Итак, рассматриваем фотографии, которые нам на портал процветок.ком прислали наши подписчики с тем, чтобы прокомментировать и всё-таки понять, что же здесь выросло. Итак, вот это фото, это высевался в жидкую среду глиоклодин. Ну, вот это вот, это пеницил, конечно, пеницил, безопасная плесень такая, конечно, на триходерму харцианум вот эта вот колония не похожа. Если бы высевали метаризин, то я бы сказал, что это очень-очень-очень похоже на гриб метаризиум. Но поскольку высевался глиоклодин, разбавлялся, никаким образом на триходерму это харцианум не похоже. Ну, с некоторой, ну, даже я бы не сказал, что это триходерма виридис такая. Вообще, конечно, если на производстве одновременно выращивается метаризин и одновременно выращивается триходерма, то, вероятно, им избавиться от спор метаризиума очень сложно, очень сложно. Поэтому вполне может быть вот такая вот контоминация. Но я всё-таки предпочитаю делать так, что если это глиоклодин, то в нём надо искать не что-нибудь, а в нём надо искать именно триходерму харцианум, то, что заявлено. А это, к сожалению, не она. И здесь признаков триходермы я не вижу вообще. Вот ещё один вариант выращивания триходермы харцианум из препарата глиоклодин. Вот здесь вот эта вот зона, вот эта вот, я так понимаю, вот это таблеточки, наверное, болтаются. Но вот эти вот колонии, вот они очень похожи на триходерму харцианум. Поэтому здесь можно взять ложечкой, отделить вот эту вот колонию и пересадить и дальше выращивать. Здесь выращивался глиоклодин. Я бы ничего отсюда не брал. Вот это мукор. Ну, вот это, скорее всего, какие-то посторонние грибочки. Триходермы харцианум такой типичный-типичный я здесь не вижу. Здесь выращивался также глиоклодин. Вот это просто идеальный вариант для того, чтобы отобрать отсюда триходерму харцианум. Это она самая. Здесь также выращивался глиоклодин. Вот здесь я вижу чёткие, зелёные, красивые. В области, где кислорода хватает, если бы эту баночку ещё поворачивать, периодически пересыпать это зерно, было бы она более равномерно зелёная. Можно сказать, что здесь замечательно, практически идеально нарос глиоклодин. Это будет хороший, мощный препарат для защиты растений. Вот здесь что-то наросло. Это должен был бы нарасти метаризин. Я бы всё вот это вот добро просто вылил в унитаз. Почему? Потому что, ну вот можно говорить, что вот эта вот зона вроде бы похожа на метаризиум, но вообще на самом деле здесь метаризиум должен быть в основном, в основе. Раз он не в основе, у диспеницилы какие-то, ещё что-то растёт. Я просто не стал бы это использовать. Это метаризиум. Ну, прям поразительно, насколько метаризиум – это триходерма харцианум. Конечно, ведь это любительские фото. Кто его знает? Может быть, сами зрители ошиблись. Может, они в разных банках выращивали и триходерму, и метаризиум. И в одной банке нарос метаризиум, в другой нарос триходерма харцианум. Ну, вот это больше всего похоже на хорошую культуру триходермы харцианума. Вот отделяйте такой равномерный зелёный кусочек и пересаживайте. Надо быть очень внимательным, когда подписываете банки, ну или по крайней мере точно их подписывать. Не надеяться, что вы запомните. Здесь выращивался метаризиум. Ну, могу сказать, что я пока что вообще здесь ничего не вижу, никакого хорошего роста. Вот это пеницилл. Это не оно. Ну, вот жёлтенькое вот это больше на метаризиум похоже. Но здесь нету какого-то превалирующего хорошего роста метаризина. Здесь, наверное, на чае, я так полагаю, рост метаризин. Но тоже ничего нету. На самом деле, начинать выращивать надо не на чае, а выращивать надо на хороших, простерилизованных, тщательно средах. Потому что иначе у вас самого чая нарастёт всякая ерунда. А вот на чай уже можно сажать тогда, когда у вас есть хорошая, чистая культура. Здесь метаризиум выращивался. Ну, в принципе, оно похоже вот здесь. Но надо видеть сверху спор образования. Это тоже метаризиум выращивался. Ну, пока что похоже. Но пока спор не будет на поверхности сказать что-либо сложное. Вот это метаризиум выращивался. Ну, я скажу так, что довольно-таки хорошо похоже. Вот это когда равномерная, такая культура наросла, и практически всё однородное. Вот это хорошо. Метаризиум, опять же, тоже очень хорошо. Здесь метаризиум не в фокусе, но вроде бы тоже неплохо всё. Здесь метаризиум плохо, потому что вот здесь большие заростки пеницилума. Плохо простерилизована среда. Здесь метаризиум, ну, ничего тут не выросло. Метаризиум, ну, сложно, надо споры смотреть. Вот здесь метаризиум рос, но такое впечатление, как будто бы всё-таки посеяли сюда триходерму, а не метаризиум. Потому что для триходермы здесь просто превосходный вид. Просто замечательно всё выросло. Здесь мукор всё зарос, поэтому метаризиум тоже, ну, это может быть та же банка, только с другой стороны. Но здесь один сплошной мукор. Ну, вот этот бачок есть. Ну, понимаете, если сеяли метаризиум, а выросло вот такое, то лучше его не использовать. Не надеяться, что там вместо метаризиума плеснули триходерму. Здесь метаризиум. Ну, вот эти вот колонии, как бы, да, если они чуть желтоватее на самом деле, может быть цветопередача такая, то оно, конечно, похоже даже очень. Здесь метаризиум, нет, не похоже на метаризиум совершенно, цвет, скорее, как у триходермы. Здесь метаризиум, но надо сверху смотреть, не снизу. Здесь, ну, это какие-то левые грибы абсолютно выросли. Чашка Петри, и это не метаризиум. Ну, вот здесь триходерма, вот это похоже на триходерму виридис. Вот это вот, здесь тоже вот эти штучки желтым заросли, триходерма виридис похоже. И вот здесь похож на метаризин, вот он такого коричневато-зеленоватого оливкового цвета. Вот они же. Хотя вот сказать, что здесь и здесь всё аналогично, знаете, я бы даже сказал, что у одного и того же производителя в пакетиках просто всё одно и то же насыпано, и всё. Это триходерма на глиокладине, ну, пока не выросла. Это пеницилл какой-то вырос, но никак не триходерма. Ожидали здесь найти триходерму, но это не триходерма, это какой-то пеницилл или что-то в этом роде, но не триходерма. Тоже триходерма с фитоспорином, наверное, комбинированный препарат, но это не получилось. Триходерма, ну, вот здесь вот такие зоны, может даже вполне, может быть, что это зона триходермы, надо отсадить и пересеять. Это триходерма, ну, вот здесь очень похоже на триходерму, вот эти более тёмные. Тут мукоры какие-то, ну, вообще, надо как следует стерилизовать среды, люди, что я могу сказать. Триходерма, похоже на триходерму, хотя триходерма более зелёная, здесь более серая. Но поскольку здесь монокультура, я бы пересадил вот этот островочек на зерно и посмотрел, как он будет расти. Если он даст зелёный цвет, то будет всё хорошо. Триходерма-вирида, да, это похоже на триходерму-вирида. Триходерма-харцианум, очень похоже на триходерму-харцианум, скажу вам, что вполне препарат удался. Триходерма-вирида, да, вот эти вот зелёные зоны, всё это хорошо удалось, всё получилось. Триходерма, да, получилась триходерма, даже очень хорошо. Триходерма, очень хорошо триходерма получилась. Триходерма, замечательно, получилась триходерма. Здесь и кислорода не хватает, там даже снизу могут расти. Не надо полную банку 700 граммовку насыпать, насыпьте только половину. Триходерма не получилась. Тут вот мукор, и тут какие-то совершенно левые грибы. Триходерма, ну вот чисто по мицелию очень похоже на триходерму, но на самом деле может быть и другой гриб Но надо ждать, когда он всплывёт и даст здесь зелёное спороношение Триходерма, ну может быть рановато, хотя по фактуре вот так, по текстуре вот этих колоний сверху Поэтому мицелию очень похоже на триходерму, но пока нету спороношения, пока его нет, это сложно судить Триходерма, да, очень похоже на триходерму Триходерма, нет, один сплошной мукор Красота какая, ну это видимо та же банка, нет, это не триходерма Триходерма, триходерма, ну пока вот это не очень, есть только триходерма веридис Не сказано какая триходерма Триходерма, нет, вот это чёрное, оно точно не триходерма Нет, коричневая, черная – не триходерма. Это мукор. Это триходерма. Да, заявляется триходерма, это и есть триходерма. Триходерма прекрасная, она же и получилась. Тоже триходерма замечательная получилась. Ну, тут непонятно что, но на триходерму не похоже. Не похоже на триходерму. Ну, если зеленый цвет, освещение плохое. Если цвет зеленый, то да, триходерма. Если черный, то нет. Здесь нет, не триходерма. Вообще какой-то фиолетовый грибочек интересный, но не триходерма. Может, фузыриоз какой-то в экстремальной форме. Да, скорее всего, что это фузыриоз. В зерновых плохо отстерилизованных зерно. Триходерма нет, не триходерма. Триходерма вириды, да, вот она такой желтенький цвет дает вполне. Триходерма вириды, да, триходерма вириды. Да, триходерма вириды. Триходерма, прекрасная триходерма. Триходерма замечательная. Тут нет спороношения, непонятно. Заявлено, что это фитоспорин. Но вот это вот, да, похоже, пузырёчков немножко есть. Если питательная среда, то вполне. И здесь вот такая вот плёночка. Ну, она очень мощная, конечно. Хорошая плёночка. Я так понимаю, что это будили фитоспорин и получилась плёнка. Это вот именно то, что необходимо увидеть на фитоспорине, если он живой паста. Будили точно по рецепту. Фитоспорин. Ну, можно сказать, конечно. Хотя больше похоже на грибную мицелий какую-то. Но вот эта муть вот в этой зоне, она больше похожа на то, что надо, на сенную палочку. Хотя, конечно, хотелось бы более чистого варианта, как в предыдущем варианте. Да, фитоспорин очень похож. Фитоспорин нет, не фитоспорин, а дни сплошные грибы. Фитоспорин очень похож. Что ж, вот это все фотографии, которые мы проанализировали. Ну, сенная палочка, вот так она растёт на поверхности. Что ж, желаем вам успехов в выращивании. Сразу не всегда получается, ничего страшного, лихая беда начала. Всему можно научиться. До встречи!